Процесс проходит в специализированном экономическом суде. В качестве ответчика выступает председатель корпоративного фонда Казахского общества слепых Мурат Кадырбеков. Он не явился на суд, прислав вместо себя юриста. Члены общества слепых заявляют, что хотят отстранить Кадырбекова от должности. За декабрь месяц нам оплатили только за 7 дней нашим индивидуальным помощником по зрению. И по этому поводу все время, ежегодно повторяется одно и то же. Индивидуальные помощники не приходят к инвалидам, некоторые семейные, конечно. И возникают всегда спорные вопросы. Мы несколько раз требовали господину Кадырбекову, чтобы провести очередное какое-то собрание. Однако, ноль внимания. Мы неоднократно писали письмо прокуратуре, неоднократно писали, обращались в областной акимат, городской акимат. Однако, ноль внимания. Городской отдел занятости и социальных программ считает, что филиал Казахского общества слепых должен вернуть неосвоенные 4,6 миллиона тенге. В качестве третьих лиц к иску присоединились и сами инвалиды. Они отмечают, что вынуждены обходиться без законных помощников. Наши индивидуальные помощники не вовремя получают заработную плату, также не в полном объеме. Постоянно идут каждый месяц задержки. Также он выплачивает не в полном объеме. В декабре 2017 года он не выплатил в полном объеме заработную плату индивидуальных помощников. Наши индивидуальные помощники отказываются работать, сопровождать нас. Потому что и так заработная плата маленькая, они еще и не вовремя получают, также не в полном объеме. Также с этой маленькой зарплатой он удерживает подоходные налоги. В суде заявили, что в отношении корпоративного фонда Казахского общества слепых будет проведена государственная аудиторская проверка. После чего процесс будет продолжен. Роман Копнеев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.